Добрый вечер! Готовимся встретить летние заморозки. Данные синоптиков разных служб несколько разнятся в датах, но в общих чертах выглядят одинаково. Как минимум в один из ближайших дней утро в Перми начнется с отметки плюс 2 градуса. Дневные температуры при этом обещают не выше плюс 13 градусов. Чуть улучшится погода лишь к выходным. Что же, таковы капризы нашей природы. Если на прошлой неделе пермики изнывали от жары, то теперь одно спасение – как бы не замерзнуть. В студии вечернего вестника Денис Пальчиков расскажу об основных темах выпуска. Что нам стоит мост построить? Новый мост через Чусовую возведут на основе государственно-частного партнерства. Лучшие из лучших. В Перми объявлены лауреаты Строгановской премии. В музей Сызмальства. Тысячи первоклассников совершили в этом году музейные открытия. Найдем героя. В Перми идут поиски хозяина потерянной в День Победы награды. Пермский край славится своими реками. Водные артерии составляют гордость региона. Но при этом доставляют головную боль, как только речь заходит о переправах через них. В частности, мост через Чусовую уже не первый год находится в числе приоритетных к решению задач. Новый мост через Чусовую будет построен на основе государственно-частного партнерства. С привлечением средств регионального и федерального бюджетов. А также средств частного инвестора. На днях были вскрыты конверты с заявками от трех инвесторов. Это только предварительный отбор участников. Также планируется реконструировать участок восточного обхода и сделать подъезд к новому мосту. Общая стоимость реализации этих проектов – более 14 миллиардов рублей. У нас этот год, наверное, дорожного строительства будет. Дорожный бомб с учетом того, что если войдем во все проекты, на которые мы рассчитываем, это и Чусовой, это мост через Чусовую, да еще по федеральным трассам. Если начнем, вкатимся все-таки в эту программу по Екатеринбургу, то, что дороги на Казань, по Краснокамску сделаем. Я считаю, что шаг вперед будет просто огромнейший. Решение о том, будет новый мост платным или нет, будет обсуждаться только после окончания строительства. Но, по словам специалистов, большинство стран Европы уже перешли на такие программы. Почему бы и нам не идти в ногу со временем? До Строгановской премии своеобразного пермского «Оскара» остается меньше двух недель. Сегодня стало окончательно ясно, кто же станет героями церемонии. Имена, что и говорить, известные. Смотрите далее. Выбрать достойных среди достойнейших – непростая задача, рассказывают организаторы Строгановской премии. Но волнительный этап позади. Отборочный цикл завершен. Лауреат общественной награды за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край и его жители, определены. Традиционно всегда много было заявок в номинации за честь и достоинство. Очень большое количество. 22 человека. За выдающиеся достижения в общественной деятельности – 11 человек. За достижения в области культуры и искусства – 15 человек. В номинации за честь и достоинство лауреатом Строгановской премии стал художник-фронтовик Виктор Кузин. Лучшим в области культуры и искусства был признан писатель-сценарист Леонид Юзифович. Награду в номинации за выдающиеся достижения в науке и технике завоевала Ирина Корюкина, ректор Пермского медицинского университета. В области экономики и управления отмечен директор птицефабрики «Пермская» Николай Рошак. В общественной деятельности победу одержал Георгий Чагин, доктор исторических наук, профессор ПГНУ. Победу в номинации за выдающиеся достижения в спорте завоевала Наталья Седых. По словам организаторов премии, сейчас вовсю идет подготовка к церемонии награждения. Мы ожидаем, что в гости съезда будет баронесса Элен де Людингаузен Вольф, Элена Андреевна Строганова. И надеемся, что она тоже примет участие в этой церемонии и пермитис могут увидеть последнюю представительницу рода Строгановых. Традиционно лауреату премии вручат памятный диплом. Нагрудный знак – статуэтку авторского дизайна, изображающую Анику Строганову, представителя рода Строгановых, а также денежную премию, размер которой утверждает правление землячества. В этом году церемония награждения пройдет в Перми 10 июня в Театре-театре в 18.00. Татьяна Александрова, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Пять тысяч прошедших обучения, более 500 готовых и развивающихся бизнесов. В Пермском крае успешно продолжает действовать программа «Ты предприниматель». На очереди очередной ее виток – конкурс бизнес-проектов. А пока участники программы обменялись опытом на днях пермского бизнеса. Татьяна Коробейникова мечтает открыть школу танцев. И чтобы мечта стала явью, осваивает новые знания. Получить совет специалиста дорогого стоит, особенно когда только начинаешь свое дело. Ведь, как известно, большинство молодых предпринимателей не справляются с трудностями и закрывают бизнес, так и не успев толком развиться. Конечно же, у меня всегда было желание что-то открыть свое, что-то сделать новое. Это достаточно сложно, но интересно. Поэтому, вот придя сюда, я думаю, я вдохнувлюсь и, может быть, что-то у меня получится в будущем. В Перми в рамках всероссийской программы «Ты предприниматель» прошел форум для тех, кто хочет начать свое дело. На площадке состоялись мастер-классы, интерактивные экскурсии, прошла презентация бизнес-проектов. Начинающие предприниматели смогли получить консультации. Дальше шаги – это исправление своего бизнес-плана в соответствии с их рекомендациями. Следующие презентации, выступления на следующих этапах конкурса и, в принципе, запуск самого проекта. Программа «Ты предприниматель» реализуется в Крае уже четвертый год. Ее участники изучают способы трансформации идеи, собственное дело. Создают бизнес-планы, изучают системы управления персоналом. Вот такая бесплатная бизнес-школа. Впечатляют и результаты. На сегодняшний день более 5000 участников, из которых более 500, а если быть точнее 550, являются действующим бизнесом и с разной степенью успешности развиваются и продолжают работать на территории Пермского края. В июне для участников программы пройдет конкурс бизнес-проектов. Победители получат целевые гранты по 150 тысяч на развитие своего дела. День с пальчиков Тимофей Салов, телекомпания «Аветта». Учиться за партой – дело, конечно, правильное, но иногда, увы, довольно скучное. Иное дело, когда учиться можно, открывая мир, хотя бы мир музеев, как это делали пермские первоклассники на протяжении всего года. Впечатлений – море. Знаний, кстати, тоже. В музейной книге отзывов сплошь записи, сделанные детьми. Три-четыре месяца, и приходится заводить новую. Так много благодарных юных посетителей. С начала учебного года в музеях Перми побывало свыше 6000 первоклашек, и почти 800 из них закончили игру под названием «Первоклассные открытия», в основе которой лежит путеводитель, с помощью которого ребенок самостоятельно изучает историю. Путеводитель – это, ну, скажем так, он берет на себя роль экскурсовода и посредника между, скажем, между посетителем и экспозицией. То есть здесь, чтобы все было еще проще и интереснее, мы придумали разные игровые задания. Можно знать, что у рыбы 8 плавников, да, но можно придумать, как их сосчитать и найти какой-то повод, чтобы их сосчитать. Ребенок, проходя по музеям города и делая отметки в путеводителе, получает памятные призы. За три музея – значок, за пять – грамоту. Сегодня же подведены итоги года. Самые любознательные принимают поздравления и подарки от главы Перми. Для многих ребят это первые шаги, знакомство. И я полагаю, что и в учебном процессе, и в рамках будущих собственных открытий каждый для себя нашел много нового и интересного. Важно, что наш проект сегодня востребованный на федеральном уровне. К нам приезжали коллеги из других городов, знакомились, брали наши методические материалы. И я знаю, что уже подобные проекты реализованы и в Новосибирске, и в Хабаровске, и в Смоленске. Впервые проект был запущен в Перми два года назад. Сегодня первоклассные открытия можно сделать в Музее пермских древностей, подпольной типографии, диораме, селенитовой комнате, мемориальном доме Славянова и Краеведческом музее. Причем за вход денег не возьмут ни с школьника, ни с сопровождающего. А образовательная игра начинается прямо с порога. Раньше было не Пермь, а Его-Шихинский поселок. Ребята делятся, что ходить по музеям намного интереснее, чем сидеть за парты. Здесь ты каждый раз совершаешь новые открытия. Ну а организаторы, в свою очередь, обещают, что в следующем году заданий и конкурсов станет еще больше. Ритя Забараускас, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Социология, как говорится в энциклопедии, это наука об обществе, его развитии и закономерностях. А это значит, что социолог, которого выпускают с университетской скамьи, это в первую очередь человек, который на все вокруг смотрит с исключительно научным интересом, даже когда едет в трамвае. Готовить таких специалистов тоже целая наука. Невероятно сложная, но увлекательная. Общество у нас, да, можно представить, как четыре сферы. Еще недавно Михаил Никонов, так же, как и эти ребята, сидел за партой и слушал лекции. Сегодня он в качестве преподавателя рассказывает об основах социологии. Со студентами у аспиранта полное взаимопонимание. Молодой преподаватель и совет даст, и уже может поделиться опытом. Я в свое время написал около 19 статей научных, участвовал в различных олимпиадах. Занимаюсь профориентационной работой, сотрудничеством с вузами, колледжами и школами города Перми, ну а также оценкой персонала, аттестации и работой с молодежью, формированием молодежной политики, работой с советом молодых специалистов. Выпускники кафедры социология и политология Пермского национального исследовательского политехнического университета легко находят работу по специальности. Профессия востребованная. Некоторые продолжают научную деятельность. Кто-то уходит на госслужбу, либо трудится на крупных предприятиях. И даже не важно, какая это будет должность. Будущие специалисты начинают погружаться в профессию со студенческой скамьи. Есть возможность организовать практику студентов как в социологических агентствах, которые у нас имеются, так же, соответственно, и в органах власти, и на предприятиях, ну где имеется, в общем-то, необходимость аналитической работы прежде всего. Свою историю кафедра начала с момента возникновения Пермской социологической школы. 50 лет назад у ее истоков стоял ученый с мировым именем Захар Ильич Файнбург. Благодаря богатому опыту здесь смело идут на любые эксперименты. Так в этом году на кафедре начал работу новый, единственный в регионе профиль экономическая социология. В силу, ну, опять-таки, специфики развития нашей страны. Грех, опять-таки, не обратить внимание на один из самых выигрышных моментов социологического образования. Это экономическая социология. И специалисты, фактически, и в этой области мы готовим, но, значит, чтобы это было еще институционально закреплено, это вот, начиная с этого года, мы это достаточно, значит, легко и быстро к этому перешли. Перспектив много, говорят студенты. И это касается не только учебы. Гуманитарный факультет считается одним из самых творческих. Наш факультет неоднократно являлся победителем весен, которые внутри университета. И наш вуз являлся победителем на краевой весне. И вот в прошлом году мы привезли гран-при из города Владивостока, где проходила студенческая весна всероссийская. Такие активисты, как Полина, принимают участие во всех сферах жизни университета. Она курирует студенческий театр «17-я скрипка», занимается вопросами посвящения в первокурсники. И еще много других забот лежит на плечах девушки. В этом году работы еще больше, говорит Полина. Социологи политеха едут в Казань отстаивать звание чемпиона. Денис Пальчиков, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Медали не достаются даром. Это знает каждый школьник. А значит, если медаль найдена на улице, у нее есть хозяин, которому награда должна вернуться. Именно этими соображениями руководствовался неравнодушный горожанин, обратившийся к нам за помощью. В таких вопросах отказать невозможно. Медаль с изображением адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова не принадлежала родственникам Антона Овчинникова. Но он очень хочет, чтобы награда вновь нашла героя. В день победы медаль попросту лежала на асфальте в центре города. Неожиданную находку Антон Овчинников совершил, прогуливаясь в районе 4 часов дня здесь. В одном из мест проведения торжеств, посвященных 9 мая, на площади УДК Солдатова. Найти владельца награды по горячим следам не удалось. А потому первое, что сделал Антон, обратился за помощью в розысках в социальные сети. Но пока и эти усилия не увенчались успехом. Конечно бы хотелось вернуть законному владельцу, потому что, как я понимаю, в любом случае это участник Великой Отечественной войны. Победитель. Данная медаль, насколько я знаю, по источникам интернета, прочитал. Она утверждена в 98-м году и вручалась всем участникам, морякам, матросам. Найти владельца этого знака отличия будет непросто, говорит антиквар Елена Павлова. Все дело в том, что к числу боевых или государственных она не относится. Идея выпустить такую медаль принадлежит общественникам, постоянному президиуму съезда народных депутатов СССР, образовавшемуся в 92-м году после распада Советского Союза. Таких значков было выпущено значительное количество. Выпускаются они и теперь. Эта организация выпускала свои собственные награды, пытаясь дублировать наградную систему Советского Союза. И вот эта вот памятная медаль адмирала Кузнецова, она относится именно вот к этим наградам. Я могу предположить, что дети, возможно, или внуки, хотели порадовать своего дедушку, который служил под началом выдающегося советского флотоводства Кузнецова, и заказали ему эту медаль. Государственные структуры готовы прийти на помощь Антону Овчинникову, рассказали в военном комиссариате Пермского края. Их только нужно попросить об этом. Письменно. Надо или в администрацию, по месту жительства, потому что в каждой администрации у нас есть отдел или отделение по городной работе. И они уже будут делать запрос в архивы. Или, допустим, этому посоветую человеку в военкомат по месту жительства обратиться. Значит, он должен прийти в военкомат, опять заявление начальника отдела. Тем временем в социальных сетях объявлением о находке поделились почти 500 человек. Если вам что-либо известно о владельце награды, обращайтесь в редакцию телекомпании «Ветта». Станислав Уланов, Наталья Попова, Георгий Тимофеев, Семен Соснин. Телекомпания «Ветта». Далее в нашем эфире смотрите рубрику «Эх, дороги». Ну и, конечно, не пропустите специальный репортаж «Категория риска». Лариса Колчанова расскажет об опасностях работы таксиста. Я же ненадолго с вами прощаюсь. Ближайший выпуск «Вечернего Вестника» в 21 час. В студии Денис Пальчиков. Оставайтесь на Вете. День вторника синоптики обещают пасмурным и прохладным. Воздух прогреется до плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет чуть выше нормы. Северный ветер ожидается на уровне 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 48%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова